Сейчас все обсудим. Добрый день, Татьяна Винкровна. Добрый день, уважаемые слушатели. Рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Давайте тоже сначала проверим связь, насколько вы меня хорошо видите и слышите. Нажмите, пожалуйста, на огонек, если все нормально у нас со связью. Спасибо. Отлично, очень хорошо. Благодарю вас за активность. Напишите также, пожалуйста, из каких вы населенных пунктов, кто по профессии. Уже прочитала сообщения наших слушателей. Благодарю. Еще раз представлюсь. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей коллекционной категории. И сегодня мы с вами поговорим о возможностях применения элементов акватерапии в педагогической практике детьми дошкольного возраста. Информация, представленная мною, будет полезна как логопедам, так и воспитателям дошкольных учреждений, психологам и также родителям. Как сказал Леонардо да Винчи, воде была дана волшебная сила стать соком жизни на Земле. Все живое на планете состоит у нас из воды. С водой ребенок знакомится очень рано. Среда обитания малыша в утробе матери связана с водой. Большинство новорожденных детей с удовольствием принимают ванны, шлепая ручками, бултыхая ножками в воде. И вода дает ребенку приятные ощущения, развивает различные рецепторы, предоставляет практически неограниченные возможности познавать мир и себя в нем. Вода удивительно, это такое удивительно природное образование, исцеляющее и дающее жизни. От исцеляющей силе воды известно с древних времен, соответственно и акватерапия используется человеком в течение столетий и даже тысячелетий. Акватерапия – это метод коррекции различного рода нарушений в развитии детей, при котором применяется вода. Играть с водой любят все дети, а летним, жарким денечкам, так тем более вдвойне. Играть можно в бассейне, в тазике, в ванне, в речке, в пруду, в море и так далее. С помощью игр с водой можно в интересной форме обучить ребенка, развить у него наблюдательность, мышление, внимание, моторику, тактильное ощущение, речь, двигательную и зрительную координацию. В чем же еще польза игр в воде и с водой? Вода успокаивает, эмоционально разгружает, дарит положительные эмоции, способствует физическому развитию, а здесь же еще закаливание идет и профилактика заболеваний. Также посредством воды есть возможность знакомиться с окружающим миром, формируется пространственное восприятие, представление о величине и так далее. Обогащается словарный запас, а еще можно же приучать к хозяйству уборка, стирка, полицитов и так далее. И приучение к личной гигиене. Игра с водой – это естественная и доступная для каждого ребенка форма деятельности. Проблема адаптации ребенка к детскому учреждению – одна из самых острых в педагогике дошкольного возраста. И чтобы малыш мог легче адаптироваться к дошкольному образовательному учреждению, можно вводить элементы акватерапии в развивающие формы работы с детьми. Что позволяет использовать различные методы и приемы при разрешении сложных педагогических ситуаций. Ребенок часто словами не может выразить свои переживания, страхи. И тут ему на помощь приходят игры с водой. С помощью воды мы имеем возможность проводить профилактическую работу над негативными эмоциями. Такие как агрессивные проявления, снятие излишней тревожности, плаксивости. Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных фигурок, ребенок освобождается от напряжения. А самое главное, он приобретает бесценный опыт выхода из множества жизненных ситуаций. Ведь в сказке все заканчивается хорошо. Хочется также еще отметить, что использование элементов игровой психокоррекции, таких как акватерапия, дает очень хорошие результаты в работе по устранению логопедических проблем у детей дошкольного возраста. Использование акватерапии как в качестве вспомогательного средства, которое позволяет стимулировать ребенка, развивает его сенсомоторные навыки, позволяет снижать напряжение эмоционального характера, так и для непосредственной речевой коррекции, является вообще весьма эффективным методом работы. Используя игровую терапию, ребенок учится прислушиваться к себе, проговаривать свои ощущения, что важно для развития речи, произвольного внимания, памяти. Кроме того, элементы акватерапии позволяют стимулировать познавательную сферу, а именно коррегировать все стороны речевого развития, например, дыхание, слоговая структура слова, лексико-грамматический строй речи, фономатические процессы, звукопроизносительная сторона речи, связанная речь сюда же, и также создавать положительный эмоциональный фон и замедлять негативные невротические проявления. Вода, как и песок, является природным и экологически чистым материалом, манипулированием, с которым не требует больших затрат. Просто и понятно будет для любого ребенка. Творческий потенциал педагога позволяет использовать элементы игровой терапии в различных вариациях и в зависимости от конкретных ситуаций. Будь то какая-то плановая игра с водой для отработки, ну пусть скажем так, произнесения того или иного коррегируемого звука, а также в момент снятия психоэмоционального напряжения у негативно настроенного на педагогическую работу малыша. Ведь только при благоприятном настрое ребенка на работу и его желании можно добиться положительной динамики в развитии тех или иных компонентов. Думаю, тут не секрет. В литературе описано большое количество приемов использования акватерапии. И могу предложить общепринятые игры и дидактические упражнения с водой, потому что игры с водой создают у детей радостное настроение, повышают жизненный тонус, дают детям массу приятных и полезных впечатлений, переживаний и знаний. Каждый специалист выбирает для себя и своих воспитанников наиболее подходящие, приемлемые для каждой конкретной ситуации варианты игр. Но самым главным условием является не навязывание педагогам игры, а способность специалиста идти от ребенка, за ним, ненавязчиво, незаметно подталкивая его к выполнению поставленных задач. Тем самым помогая малышу делать все самому, а не за него. И хочется среди огромнейшего разнообразия игр с использованием воды выделить игры, направленные на развитие познавательного интереса в рамках коррекции речевых нарушений у дошкольников. И сегодняшний вебинар, все-таки поскольку я логопед, больше, конечно, упор сюда мы с вами произведем. Педагог может выступать как в роли наблюдателя, так и в роли руководителя процесса в зависимости от поставленных задач. Организуя игры детей с водой, мы ставим следующую цель. Это повышение эффективности педагогической работы, развитие мотивации к речи, к преодолению трудностей, актуализации речевых навыков посредством интегративного взаимодействия с игровым сенсорным материалом. И задачи, которые здесь ставятся, это способность стабилизации эмоционального фона, способствовать снятию эмоционального физического напряжения, стимулировать сенсорно-перцептивную сферу, способствовать формированию правильного звукопроизношения, расширять, обогащать активный, пассивный словарный запас дошкольников, формировать фономатическое восприятие, анализ, синтез, развивать и совершенствовать навыки позитивной коммуникации дошкольников, развивать у детей речевое дыхание, мышление, внимание, память, мелкую моторику. При введении акватерапии учитываются, конечно же, возрастные индивидуальные особенности детей. Элементарно-гигиенические правила. Правила безопасности работы с водой. Акватерапия используется с детьми старшего дошкольного возраста, но игры с водой можно использовать, конечно же, в работе и с детьми более раннего возраста. Я использую эти игры также в процессе запуска речи у неговорящих детей. И в видео как раз-таки я потом чуть попозже покажу, отрывок занятия, как это можно преподнести. В основном занятия проводятся индивидуально или под группами, 2-3 человека. Длительность занятия с учетом возраста детей в соответствии с требованиями САНПИНа составляет 15-20 минут. Игры с водой могут быть организованы в различных помещениях, которые соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. И к основным нормативным требованиям можно отнести следующее. Это наличие специально выделенной части комнаты или специального помещения. Пол должен быть покрыт линолеумом, кафелем или другим материалом, который легко поддается влажной уборке. Стол с емкостью для воды не должен располагаться на пути движения детей и мешать их перемещению в пространстве помещения. Вода в емкости должна находиться на уровне не более 10-15 сантиметров от ее основания, так как большее количество может переливаться через край, а это приведет к возникновению ситуации, отвлекающей детей от занятия. Верхний край изделия должен находиться на уровне пояса ребенка. Если ребенок меньше ростом, то желательно обеспечить его специальной решетчатой подставкой, чтобы дети могли свободно стоять и перемещаться вокруг стола. В емкость заливают чистую воду. Желательно, конечно, чтобы она была фильтрованная. В зимнее время, если используют тигры, то ее нужно подогреть до комнатной температуры либо чуть-чуть теплее, буквально, чтобы она была. Но сама температура воды не должна превышать 36 градусов по Цельсию. Вода в емкость наливается ежедневно, если вы ежедневно играете. И если, соответственно, несколько раз в день проходит у вас занятие, то меняется также перед каждым занятием. Воду оставлять на ночь нельзя. Рядом со столом с емкостью, с водой обязательно должны располагаться полотенца, какие-то специальные салфетки, чтобы ребенок мог вытереть руки. Фартуки тоже должны быть на каждого ребенка и так далее. Какое оборудование нам с вами может пригодиться для игр с водой? Стол для игр с водой или стол ванна, или таз. Бросовый материал тоже использую в работе. Палочки различные, большие пуговицы, одноразовые соломки для коктейлей и так далее. Пластиковые игрушки, здесь нам понадобятся и геометрические фигуры, и цифры, и буквы, картинки и так далее. Но единственное, что картинки, имейте в виду, такие, которые не на бумаге распечатаны, либо если распечатаны на бумаге, они должны быть заламинированы, чтобы не намокли и потом не ухудшился их товарный вид. И есть еще даже такие специально продаются фигурки для игр в воде, с которыми можно играть в воде. Если их намочить, они легко прикрепляются к гладкой поверхности, к кафелю, зеркалу, крышке стола и так далее. Разнообразные заводные игрушки, которые движутся по поверхности воды. Природный материал тоже может пригодиться. Ракушки, камешки, орехи, желуди. Еще тоже использую в работе удочки, игрушки, пластмассовые водоросли для аквариумов, стаканчики разного объема, набор резиновых игрушек, различные ситечки, пинцеты, сачки, водоплавающие свечи. Но, опять же, тоже аккуратно здесь с ними нужно обращаться. Трубочки, губки различной краски. Организуя игры с водой, хорошо использовать художественное слово. Например, стихи, пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика в стихах. И такие игры желательно сопровождать прослушиванием аудиозаписи. Например, шум дождя или водопада, журчание ручейка, рокота прибоя. Вот эти игры будут хороши тем, что в них могут участвовать как дети, так и взрослые. И, опять же, помните, что в естественной среде ребенок чувствует себя комфортно, защищенно. При этом он имеет возможность проявлять свою активность и творчество. Дети с удовольствием играют с водой, так как это то, чем ребенок любит заниматься, то, чего он не боится. Все знания, которые дети получают во время игры, усваиваются гораздо проще и быстрее. Но прежде чем приступать к играм, нужно запомнить несколько простых правил работы с водой. Это то, что дети играют с водой только под присмотром педагога. Перед играми с водой дети надевают фартуки. Мы приучаем детей содержать одежду в чистоте. Обязательно перед игрой озвучиваем детям инструкцию, что никакие предметы в рот брать нельзя. Перед началом работы необходимо обучить детей следующим правилам. Они перед вами на экране. И к нам может прийти какой-то герой и рассказать эти правила. Что, например, нельзя намеренно выливать воду на пол, нельзя брызгаться водой. После игры вытереть руки на сухо. Игры с водой предполагают выполнение различных игровых действий в соответствии с возрастом и особенностями развития детей. Это могут быть совместные действия детей и взрослых. Действия по подражанию и образцу, предложенному взрослым. И самостоятельные действия, которые отражают собственный замысел детей. Игры с водой можно разделить на три группы. Эксперименты, сюжетные и подвижные. На разных этапах развития ребенка и в зависимости от поставленных задач используем следующие варианты игр. Это игры в объемном пространстве. Ванночка, таз, игрушечный бассейн. Игры в двух емкостях одинаковые, либо разного размера. Большой и маленький, глубокие и мелкие тазы и так далее. Игры с водой и различными предметами, которые прикрепляются к кафельной или зеркальной стене для создания плоскостных композиций. Это могут быть цифры, буквы, какие-то предметные картинки и тому подобное. Игры с разными сосудами, которые наполняются водой. Пластмассовые бутылки, миски, стаканы, кувшины и так далее. Знакомим детей с водой. Взрослые объясняют детям, как можно играть с ней в помещении, на улице. Какие предметы и орудия можно использовать в играх. Затем знакомим детей со свойствами воды. Для этого необходимо подготовить лейку, воронку, прозрачные емкости, различные формы, величины, мерный стаканчик. И вместе с детьми определяем основные свойства воды. Первое свойство, что у воды нет цвета. Здесь, как вариант, в один стакан наливаем простую воду, а в другую молоко. Затем опускаем в стаканы какие-то предметы. Молоко имеет у нас с вами цвет, поэтому предметов не будет видно. А в прозрачной воде спрятаться нельзя. Кроме того, можно попросить ребенка зажать маленькую игрушку в кулачок и спросить у него, видит ли он, например, игрушку. А потом взрослый предлагает положить ее в таз с водой. Выполнив задание, ребенок убеждается, что игрушку, лежащую на дне, хорошо видно. Опять же, взрослый объясняет ребенку это тем, что вода прозрачная, поэтому в ней все видно. Следующее свойство, что у воды нет запаха. И предложите детям сравнить, как пахнут различные жидкости. Вода, сок, подсолнечное масло и так далее. Еще свойство, что у воды нет вкуса. Точно так же, как и в предыдущем опыте, вместе с детьми сравните вкус нескольких напитков. Также можно налить в три чашки кипяченую воду. В одну положить чайную ложку соли, в другую чайную ложку сахара, а третью оставить нетронутой. И дать ребенку попробовать воду из всех чашек на вкус. Следующее свойство, что у воды нет формы. Наливая одно и то же количество воды в разные сосуды, здесь можно взять стакан, тарелку, вазу. Когда мы наливаем в разные емкости одно и то же количество воды, то ребенок видит и понимает, что жидкость не имеет постоянной формы. Следующее свойство, это температура воды может быть различной. Предложите детям сравнить свои ощущения при прикосновении к холодной, а затем к горячей воде. Вода является растворителем. Для этого дайте детям несколько прозрачных стаканчиков с водой, краску. Ваш можно взять акварель. И детям будет интересно получать разные оттенки одного и того же цвета. Добавляя в один стаканчик больше краски, а в другой стаканчик меньше краски. Лед и пар это тоже вода. Вместе с воспитанниками понаблюдайте, как пар выходит из кипящего чайника. А затем накройте емкость с кипяченной водой, крышкой. Посмотрите, как сконденсированный пар снова превращается в капли воды и падает вниз. Также понаблюдайте, как тает лед, как замерзает вода в холодильнике. И здесь можно использовать следующее упражнение. Дети достают из ведерка по два ледяных шарика, зажимают по одному шарику в ладошки и смотрят, как из ладошек капают капельки. При этом ритмично сжимают и разжимают кулачки, произносят текст. Он перед вами на экране. Затем дети кладут шарики обратно в ведерко и опускают руки в мисочке с теплой водой. Либо еще как вариант, не буду это зачитывать, это стихотворение, еще вариант. Шарик холодный, ладошку возьму. Шарик холодный, покрепче сожму. Только заплакал шарик в ладошке, капают слезы на стол понемножку. Шарик в контейнер скорее положу, теплой водички, ладонь подержу. Стихотворение предоставлено Нищевой Наталье Владимировне. Или еще игра «Ледниковый период». Здесь вам понадобится небольшая миска, либо силиконовая какая-то форма. Положите мелкие игрушки и залейте их водой, а после заморозьте. Чтобы легко извлечь лед из миски, обдаем кипятком, ребенок почувствует себя настоящим спасателем, освобождая игрушки от льда при помощи различных инструментов. Продемонстрируйте детям животворные свойства воды. Для этого поставьте в воду ветки кустарника или дерева. Через некоторое время на них появятся листочки. Если на дворе лето или осень, то можно поставить в воду цветок. Вот тут цветы уже расцвели, как раз-таки можно предложить детям поставить в воду цветок. А другое, например, цветок оставить без воды. И пусть дети понаблюдают, который из них завянет ранее. В ходе ознакомления со свойствами воды детей обучают играм с использованием стола с емкостью с водой. Различных бытовых предметов, игрушек, природных материалов. Детям предлагают сначала самостоятельно поиграть с водой. Опускать в воду различные предметы. Перелить воду, например, из одной емкости, из одного стаканчика в другой стаканчик. Затем уже взрослые организуют совместные игры с детьми. Показывая образец взаимодействия с водой. Обучая их играть так, чтобы не доставлять неудобства остальным. То есть не обливаться, не брызгаться и так далее. Дети должны получить возможность поиграть с теплой водой, с холодной водой, с горячей. Но понятно, что в пределах разумного, в пределах допустимых температур. Игры с водой. Хорошо использовать в работе с детьми раннего и младшего возраста. Для игр с водой вам понадобятся емкости различного объема, ложки, половники, сито, воронки, водяные мельницы, венчики, пипетки, губки, что там еще, тряпки, поднос, другие приспособления. И хотела бы предложить вам несколько интересных идей для водных игр, которые обязательно понравятся детям. Мои дети, во всяком случае, в восторге от них. Первая игра «Тожми губку». Понадобятся два тазика или глубокие миски. И, конечно же, губка. Одну из емкостей наполняем водой, а вторую оставляем пустой. И, используя губку, кроха должен перелить воду из одного тазика в другой. Поймай рыбку. Положите в тазик с водой нетонущие предметы. Например, мелкие резиновые игрушки, пробки, мячики, бусинки. И предложите малышу с помощью сита выловить, скажем так, так называемых рыбок. Подготовьте миску или ведерко, куда ребенок будет складывать свой улов. Переливание жидкости из одной емкости в другую. Для малышей задача будет не самая легкая. Это упражнение позволяет развивать координацию движений. Глазомер, концентрацию внимания. Или, например, налей воду в стаканы. Приготовьте стаканы, другие емкости различного объема, формы. А затем с помощью фломастера или клейкой ленты отметьте на них тот уровень, до которого малышу нужно их заполнить. И чтобы ребенку было интереснее, воду можно даже подкрасить. Перелей через воронку. Дети любят использовать в играх различные приспособления, с которыми они нечасто сталкиваются в реальной жизни. И одной из таких интересных вещей является обыкновенная воронка. Или взбей пену. Добавьте в воду немного жидкого мыла и покажите ребенку, как при помощи венчика можно взбить пушистую пену. Большая стирка. С водой понадобится несколько кукольных платьев или просто какие-то тряпочки, носовые платочки, носочки. Это все, что нужно, чтобы малыш надолго занялся делом. Также можно натянуть веревку. Между стульями натягиваю веревку. И при помощи прищепок мелкая моторика сюда же детям предлагаю вешать игрушечную одежду, сушиться. Автомойка. Чтобы приучить кроху к уходу за своими вещами, поиграйте с ним в автомойку. Резиновые пластиковые игрушки малыш сможет самостоятельно помыть в мыльном растворе, а затем сполоснуть под проточной водой. И хочу предложить вам... Сейчас включу видео. Хочу предложить вашему вниманию игру с водой на стихи и музыку Юлии Дерябкиной. Сейчас вашему вниманию. Это часть занятия. Вот таким образом играем с детками. И очень действенным и эффективным на занятиях для регуляции мышечного тонуса, снятия напряжения с мышц пальцев рук, а также для совершенствования мелкой моторики, являются следующие упражнения. Это положить ладони на воду, почувствовать полное расслабление пальцев, погрузить пальцы в воду, сжимать, разжимать кулачки, погрузить пальцы в воду и поочередно разжимать то мизинец, например, то большой палец на одной руке, на обеих руках одновременно, погрузить пальцы в воду и легкими движениями создавать волны. При выполнении заданий пальцами ведущей руки вторая рука обязательно тоже погружена в воду. Массаж рук в воде тоже как вариант. Инструкция предлагается следующая. Опустить руки в воду и предлагаем детям сжимать кулачки попеременно. Затем, чередуя с напряжением и расслаблением. А теперь, затем уже после этого, вынуть руки из воды, опустить пальчики вниз. Что это капает с пальчиков? Давай сделаем дождик на воде пальчиками. Ударяем пальчиками о поверхность воды. Вслух проговариваем стихотворение. Оно на экране перед вами. Кап-кап-кап, кап-кап-кап, тучки собираются. Кап-кап-кап, кап-кап-кап, дождик начинается. Дождик, дождик перестань, отдохнуть немного дай. И проговариваем ребенку, что молодец, вытаскивай руки из воды, вытирай их полотенцем. Или еще игра, собери бусы. Здесь мы не только развиваем мелкую моторику, но и закрепляем знания о цвете, форме, размере. Инструкция такова. Предлагаем ребенку собрать в воде разноцветные бусы. Бусы одного цвета, из бусин одинаковые формы, размеры и так далее. Можно доставать и камушки. Марблс нам здесь еще тоже в помощь, камешки Марблс, показать детям карточки с изображением геометрических фигур, контуров, различных предметов. И предложить выложить рисунок в воде, как на картинке из камешков Марблс. Та же игра рыболов будет способствовать развитию мелкой моторики, когда в емкость с водой опускаются различные предметы, и ребенок должен выловить их с помощью ситечка или ложки. Уже рассказывала про эту игру. Игры с водой также способствуют и вообще полезны для развития общей моторики. И несколько интересных идей подвижных игр с водой. Практически все подвижные игры в воде можно адаптировать под количество детей и условия. Игра «Попади в цель». Например, налить в тазик воды и кидать в него мяч с заданного расстояния. Или брызгалка. Можно использовать современные водные пистолеты. А можно взять пластиковую бутылку, проделать несколько дырочек в пробке, наполнить бутылку водой и устроить настоящее водное сражение. Вот как раз лето близится, когда жарко, почему бы не поиграть с детьми. Конечно же, родители предупреждаю о том, чтобы они подготовили одежду, чтобы можно было переодеться. Игра «Водонос». Задача – донести тарелку, полную воды до финиша, вылить ее в емкость, вернуться обратно. Побеждает та команда, у которой больше воды в емкости. И подобную игру можно играть, используя ложку. В эти игры мы играем на улице. Летний период. Миллиоратор. Еще тоже одна игра из тафета. И задача – осушить болото. А это у нас тарелка с водой. Чтобы осушить его, необходимо дуть на воду. И побеждает, опять же, та команда, у которой вода из тарелки выплюснулась больше. Играя с водой в воде на ее поверхности, на дне емкости, дети осваивают пространственные представления. Для этого используются натуральные предметы. Ракушки, камешки, листья, веточки, плоды растений и так далее. Игрушки, заводные, обычные, пластиковые фигуры, которые тонут и которые не тонут в воде. Играя в воде с этими предметами, дети называют и показывают их пространственное расположение. На дне, на поверхности воды, по всей поверхности воды, у одного края ванночки, справа, слева и так далее. Например, игра рыбки. Нам понадобится емкость с водой, стеклянные рыбки, марбус я беру, зламинированный шаблон в клетку на формате А4, начерчены квадраты 5 на 5 в равном количестве. И непромыкаемые фартуки стандартно. Просим ребенка пройти помощь. Ну вот в том-то и дело. Я тоже использую на своих занятиях, родители предупреждают об этом. Во-первых, рассказывают, для чего мы все это делаем. Здесь же, понимаете, опять важно правильно преподнести все, что и для чего. И чем игра с водой полезна. Вот, когда мы с вами замотивируем родителей, марбус, марбус, камешки марбус, стеклянные камешки, в фикс-прайсах они продаются, в разной форме, поэтому там я выбираю различные. Еще у знакомых прошу, у кого дети выросли, кому же не надо, чтобы они мне все это отдавали. Проблема единственная, что хранить где-то все. Ну это ладно, это другой вопрос. А, на Валбери, все, тоже спасибо огромное. И, понимаете, здесь же дело в том, что правильно нужно замотивировать родителей. Объяснить, чем полезны игры с водой. Во-первых, это же еще плюс ко всему профилактика простудных заболеваний, правильно? Дети у нас сейчас, ну не тема нашего занятия, дети растут в тепличных условиях, и, соответственно, что мы на выходе получаем? Далеко ходить не надо. Вспомните наше детство. Бегали-прыгали, скакали. Как часто мы болели, как болеют дети сейчас. Вот, поэтому не будем отходить от темы. Да, главное замотивировать. Что еще следующее? А, не рассказала, как играть здесь. И просим ребенка пройти, помочь рыбке найти нужный квадрат. Даем инструкцию. Две клетки вверх, одна клетка влево, одна клетка вправо и так далее. Там уже дальше сами придумываете. Для развития диафрагмального дыхания, которое является основой вообще в логопедической работе, все-таки логопед в первую очередь, то можно предложить следующие виды игр, которые носят как обучающий, так и психотерапевтический эффект. Перед началом работы по развитию дыхания необходимо обучить детей следующим правилам. Во-первых, набираем воздух через нос, не поднимая плечи. Надуваем живот шарик. Можно даже предмонстрировать ребенку, положить его руку на живот, чтобы он почувствовал, как живот надувается, как шарик. Выдыхаем медленно, плавно и стараемся дуть так, чтобы воздушная струя была очень долгой. Например, упражнение фонтанчик. Лучше выполнять с кипяченой водой, в индивидуальном стакане, конечно же. Ребенок удерживает губами коктейльную трубочку и производит бульки в воду. То сильнее, то спокойнее. На одном выдохе постарается сделать, например, включение-выключение фонтана и так далее. Еще вариант упражнения – это сделать шторм. Ребенку предлагается длительной, сильной, воздушной струей вызвать шторм на воде. В парусной регате принимает участие несколько детей. В широкую емкость с водой опускаются парусники и предлагают детям отправить парусник в плавание с помощью длительного выдоха. Выигрывает тот, кто быстрее придет к финишу. Морская прогулка. Здесь понадобится емкость с водой, корабли, коктейльные трубочки, опять же, непромыкаемые фартуки. И с помощью коктейльной трубочки ребенок передвигает кораблик, лодочку или легкую черепашку, или рыбку, или шарик по поверхности воды. Кораблик может быть из бумаги, из ореховой скорлупы, из футляров от киндер-сюрпризов. Поэтому тоже их не выбрасываю. Пригодятся на наших занятиях. Артикуляционную гимнастику тоже можно выполнять с помощью движения рук в воде. Таким образом отрабатывает темп выполнения упражнений. Например, выполняя упражнение лошадка. Это всем известное. Можно щелкать языком и одновременно пальцами ритмично в такт щелчкам скакать по воде. Можно в такт кидать в воду мелкие камушки. Выполняем упражнение часики. Можно языком ритмично двигать влево-вправо, а указательным пальцем ведущие руки в такт движения в том же направлении по воде рисовать движения стрелок-часов. Индюк быстро облизываем языком верхнюю губу со звуком «был» и пальцами в такт двигаем в воде. Таким образом. Ну и дальше опять же это как вариант. Придумываем самостоятельно. При автоматизации поставленных звуков также можно использовать игровые приемы. Например, при автоматизации звука «р» можно нарисовать на воде букву «р». Произносим одновременно звук «р». Аналогично можно работать с другими звуками, сочетая написание буквы с произнесением звука. При автоматизации слогов, слов мы можем с вами отшлепывать те же слоги по воде. И какие варианты игр при автоматизации звука. Возьмем, например, игра «взаведи мотор». Цель этого упражнения – развивать правильное звукопроизношение изолированного звука «р». Произносим длительно звук «р» и при этом выполняем круговые движения руками по воде в одном направлении. Потом можно в разных направлениях. Можем двумя руками. Сначала в одном направлении, по часовой стрелке, против часовой, от себя идти, к себе и так далее. Здесь же мы и межполушарку нашу привлекаем. Упражнение «проход». Развиваем правильное звукопроизношение изолированного звука «л». И ход игры тот же, что и когда мы со звуком «р» работали, только произносим звук «л». Дальше, что еще? Змейку здесь можно подключить в игру, шарик. Что там, жука можем привлечь? В зависимости от того, какой звук мы с вами автоматизируем. Змея, например, звук «з» рисуем змейку на воде и так далее. Игра еще, узнай игрушку на ощупь. Здесь нам понадобится емкость с водой, пластмассовые игрушки, те же непромыкаемые фартуки. И после предварительного рассматривания детям предлагается закрыть глаза, опустить руки в воду, взять любую игрушку и узнать ее. Что это? Опять же, игрушки я, например, подбираю здесь согласно теме. Отрабатываю лексическую тему, значит, тогда игрушки по этой лексической теме. Автоматизируем звук, значит, игрушки отрабатываю, в названии которых есть, отрабатываем этот заданный наш звук. Для работы над слоговой структурой слова можно использовать следующие варианты игр. Берем те же камешки-марблс. Просим ребенка достать из воды столько камешков, сколько в названном слове слогов. Или, например, игра, исправь ошибку. Взрослые бросают в воду неправильное количество камешков, а ребенок определяет, сколько слогов в слове, исправляет ошибку и достает, или, например, можно добавить нужное количество, если не хватает, или убирать, например, лишнее количество камешков. Можно и так, и так. Либо достать нужное количество. Можно использовать также еще подкрашенную воду, чтобы... Вот это как раз-таки очень хорошо, когда мы развиваем фономатические процессы. Кроме воды, в ее жидком состоянии интересно использовать ее в виде разнофигурного льда, что также позволяет отрабатывать поставленный звук. Например, логопед предлагает, ну или педагог, не обязательно же, чтобы логопед работал здесь. Здесь педагог выбирает, предлагает, точнее, выбрать из замороженных фигурок только те, в названии которых есть звук Р. Если ребенок выбирает правильно, лед тает и превращается в игрушку. А можно еще выкладывать, заморозить кубики льда разных цветов и выкладывать с помощью этих кубиков схему слов. Что еще здесь? Или, например, игра «Достань игрушку». Игра направлена на развитие умения определять наличие заданного звука в слове. На дне любой емкости с водой мелкие игрушки взрослый называет звук и просит ребенка найти и достать игрушку, название которой есть заданный звук. Упражнение «Игра рыбка». Здесь с целью ставится умение находить место заданного звука в слове. На дне любой емкости с водой три рыбки какие-то. И педагог называет звук, местоположение которого необходимо определить в названных словах. Затем логопед произносит, педагог произносит слово, ребенок слушает слово, определяет местоположение заданного звука в слове начало, середина, конец и ловит на магнитную удочку соответствующую рыбку. Либо достает, тем же ситечком может достать соответствующую фигурку. Или камешки марблс можно разложить в три камешка марблс и ребенок достает соответствующий камешек. Вот таким образом. С помощью аква-игр педагог может работать с ребенком над обогащением словарного запаса, развитием грамматического строя речи. Акварелью, гуашью, можно пищевые красители. Опять же, если ребенок берет в рот или нет, как вы будете работать, какая цель. Можно красками обычными подкрашивать. И что здесь? Ребенок обнаружит, например, плавающие по воде различные предметы или игрушки и подбирает к их названиям, например, прилагательные, согласовывая их вроде существительным. Например, рыбка какая полосатая, кораблик какой легкий, глюца какой пластмассовая и так далее. Для формирования словаря прилагательных используется еще игра. Нам понадобится емкость с водой игрушки. И ребенку предлагается достать круглую, например, легкую, железную, большую, узкую и так далее. Игрушку либо достань овальный, желтый, пластмассовый фрукт. Что это может быть? Лимон, как вариант. Ракушки игра. Здесь согласовываем существительные с числительным. И нам понадобятся ракушки либо еще какие-то другие предметы. И предлагаем ребенку доставать по одной, ну пусть будут ракушки, и считать при этом одна ракушка, две ракушки, три ракушки и так далее. При подготовке к обучению грамоте ребенок... Да, конечно, можно. При подготовке к обучению грамоте ребенок по заданию педагога вылавливает со дна ванночки заданные буквы, обозначающие гласные, согласные звуки. Кроме этого, ребенок по заданию взрослого вылавливает определенные буквы, составляет слог или слово. Доставать буквы можно также рукой, можно ситечкой, можно ложкой, можно магнитной удочкой. Еще, это я тут походу вспомнила. Еще для грамматики, для обогащения словарного запаса тоже здесь предлагаем достать... Игра один много. Предлагаем достать из воды всех морских жителей. И взрослый должен называть их в единственном числе. Взрослый называет в единственном числе, а ребенок во множественном. Например, черепаха-черепахи, утка-утки и так далее. С целью закрепления зрительного образа буквы и профилактики оптической дисграфии используя игру «Угадай букву». На дне емкости с водой и пластиковые буквы частично закопаны в грунт. Ребенок должен узнать и назвать букву. Если буква названа правильно, ребенок может ее достать. И в качестве усложнения здесь можно использовать составление чтения слогов и слов. Можем предложить ребенку узнать букву на ощупь, с закрытыми глазами, взять любую букву и на ощупь определить, что это за буква. Вот таким образом. И можно еще все игры облечь в сказку. Например, герой и теленок. вопросик, я его назвала так, у нас теленок вопросик, который ведет своих маленьких друзей в удивительный мир почемучек. Он задает вопросы, волнующие наших малышей, он ищет на них ответы у сказочных персонажей, у своих друзей. И, конечно же, как все дети у мамы. И теленок предлагает всем ребятам проверять свои решения или ответы на вопрос о практической деятельности. И таким образом, на практике дети узнают много интересного о мире, который их окружает. Например, солнце может нагреть воду, а ночью эта же вода станет холодной. А если воду бросить в камешки, то они утонут, а листочки будут плавать на поверхности воды. И истории, которые происходят с героем, они полны неожиданностей. Никогда не угадаешь, что с ним произойдет в следующей сказке. Опять же, это же интересно познавать мир, в котором живешь ты, в котором живут твои родители, твои друзья. Очень много вокруг интересного, и так всего хочется попробовать. И в качестве примера тоже очень кратко, потому что время у нас уже ограничено. Путешествие с теленком-вопросиком. Жил-был маленький теленок. Он был очень веселый, любознательный. Он всегда и всем задавал различные вопросы. Где, когда, зачем, почему? Его так и прозвали. Теленок-вопросик. Однажды он гулял с мамой у ручейка. Это была его первая весна, первый ручеек, который он увидел. Мама, это что? Ручеек. Почему? Весна пришла. Весной текут ручьи, потому что тает снег. Почему тает снег? Греет солнце, снег оттеплотает, превращается в воду. Вот и бегут ручейки, там, где лежал снег. А ручей, он холодный или теплый? Сейчас теплый, а потом будет холодный. Когда потом? Вечером. Почему? Днем греет солнце, а вода становится теплой. А вечером солнце уходит, а вода остывает. Мама, я хочу потрогать. И дальше игра, например, теплый-холодный. Перед ребенком двухсекционный стол ванны. В одной емкости вода теплая, а в другой вода холодная. Ребенок и взрослый опускают кисти рук попеременно, то в холодную, то в теплую воду. И параллельно при этом комментируют свои ощущения. Вот таким образом. С водой также еще можно играть в сюжетные игры. То же самое. Варим суп. Прекрасно у детей идет. И одно дело, когда мы просто в группе, например, играем с пустыми кастрюльками. Другое дело, когда есть возможность, например, и можно поиграть с водой. Мытье посуды, большая стирка сюда же и так далее. И вода – это вообще идеальное вещество для знакомства с физическими свойствами предметов. И преимущество перед преимуществами привычной нам субстанции является доступность, дешевизна, не нужно дополнительных инструкций, оборудования, специальных навыков и так далее. И здесь в качестве примеров, например, сломанный карандаш, простейший опыт, который демонстрирует преломление изображения в жидкости. Это помещение трубочки или карандаша в прозрачный стакан, наполненный водой. И погруженная в жидкость часть изделия будет казаться деформированной, отчего как раз карандаш кажется нам сломанным. Расширение при замерзании тоже как вариант. Возьмите пластмассовые трубочки для коктейля, залепите один конец, пластилином, наполните водой до краев, закупорьте, поместите трубочку в морозилку. Через некоторое время обратите внимание, малыша, что жидкость замерзла, при этом замерзая, она расширилась и вытеснила пластилиновые пробки. И можно как раз рассказать, что вода может разорвать даже емкость, если ее подвергнуть влиянию низких температур. Сухая салфетка на дно пустого стакана помещаем сухую бумажную салфетку, поверните его и опустите вертикально в таз с водой краями вниз до дна. Не допускайте попадания жидкости внутрь, удерживая стакан силой. Также в вертикальном направлении достаньте стакан из воды. Если все выполнено правильно, то бумажка в стакане не намокнет. Этому будет препятствовать давление воздуха. Можно рассказать детям историю о водолазном колоколе, с помощью которого люди могут опускаться на дно водоема. Исчезающая монетка. Тоже для демонстрации здесь нам нужно налить в литровую банку воды, закрыть крышкой, достать монетку и дать ее в руки малышу, чтобы он убедился, что она самая обыкновенная. Пусть ребенок положит ее на стол, а вы поставите сверху банку и спросите у малыша, видит ли он денежку. Уберите емкость и монетка снова будет видна. Кубики льда тоже здесь можно заморозить и потом разноцветные кубики и пускать потом эти кубики сделать вот такие кораблики, пускать по воде и когда они будут таять, будут оставлять за собой цветной след. Вода бежит по дорожкам. Очень нравится детям этот эксперимент. Здесь понадобится три прозрачных стакана, может и больше, конечно, пищевые красители и салфетки, марлевые бинты я беру. В два стакана налейте воду и добавьте в нее пищевой краситель. Например, в один стакан пусть будут желтый, в другой красный и так далее. И сложенные в несколько раз салфетки или полоски марли нужно поместить в стакан вот таким образом, как здесь на рисунке. И в результате вода по дорожкам из салфеток будет перетекать в стакан, в последующий стакан и там смешиваться. И в итоге получается вот такая красота. Крашенные цветы тоже. Здесь лучше всего подойдут белые цветы или листья салата, как на слайде. Поставьте срезанный цветок в воду, добавьте в нее пищевой краситель и через некоторое время можно будет увидеть, как лепестки окрасятся. Вот таким образом. Цветки лотоса вырежьте из бумаги цветки лотоса, пусть будет у нас с вами с длинными лепестками и с помощью карандаша или ножниц закрутите лепестки прямо к центру. В широкий таз налейте воду, затем опустите на ее поверхность цветки и наш лотос будет распускаться прямо на глазах. Опять же, это непременно удивит детей. Объяснить это можно тем, что намокая бумага становится тяжелее. она становится тяжелой и тяжелые листики сами тянутся вниз. Игры и опыты с водой не оставят равнодушными ни одного малыша. Они не сложны в организации и приносят большую пользу крохе. Больше материала вы можете скачать в доступе, когда зайдете во вкладку файлы, есть материал для скачивания. Мини-бассейн тоже для ручных игр. Это вообще приятная развивающая среда для работы с детьми дошкольного возраста. Она дает неограниченные возможности экспрессии, так как игры с водой насыщены разными эмоциями, восторгом, удивлением, волнением, радостью. Это позволяет создавать символические образы, отражающие неповторимый внутренний мир ребенка. Играя с водой, ребенок бессознательно рассказывает о себе, о своих печалях, о своих надеждах. И какая ответственность в данной игре у взрослого, ведь он же не только развивает речь ребенка, но и открывает окошко глубины его внутреннего мира. И только от профессионализма и творческого подхода педагог к своей работе использование элементов акватерапии как метода развивающего воздействия при работе с детьми дошкольного возраста будет оправдано. Поэтому, педагоги, творите на радость детям и себе. Спасибо огромное за ваше внимание, спасибо также огромное за вашу отзывы, очень приятно, рада, что вебинар оказался полезным. Ждем вас на наших вебинарах, если еще какие-то темы интересны, тоже пишите, пожалуйста, в комментариях, обязательно озвучим на наших ближайших вебинарах. Благодарю еще раз вас за внимание, всего доброго и до новых вебинарах. Спасибо.